Всем привет, друзья! Я поздравляю вас с Рождеством и хочу привлечь ваше внимание к одной проблеме. Это проблема благодарности. Я встречаю много людей, и уверен, каждый из вас тоже таких людей встречал, или слышал о них. Это те люди, которые, достигая успеха, в знак благодарности Богу, строят храмы. И у нас есть такая модель в голове, что если я верующий человек, и я хотел бы отблагодарить Бога каким-то образом за тот материальный успех, который он мне дает, я построю для него храм. И что происходит с многими людьми? Не все, мало кто из нас зарабатывает столько денег, чтобы взять и построить храм. Поэтому многие живут с ощущением того, что может быть когда-нибудь я все-таки заработаю и все-таки построю храм. А пока что моя благодарность Богу, ну, как бы никак не будет выражена. Я занимаюсь другими вещами и не вкладываю себя в эту тему никак. И для таких людей, которые все-таки хотели бы, хоть они еще и не готовы построить целый храм или большое здание, но хотели бы быть полезны для Бога и хотели бы как-то отблагодарить Его за тот мир, благодеяние, силы, здоровье, которым он дает нам возможность зарабатывать денег, предложить вам метод, как выразить свою благодарность Богу. Если рано или поздно вы читали Библию, то есть такое место в Библии. Иисус говорит, это были последние слова Христа перед тем, как Он вознесся на небо. Это было после Его смерти и воскресения до Вознесения. Вот был некий промежуток, Он общался со своими учениками порядка 40 дней. И Он сказал им напоследок, что теперь идите и научите все народы, христия их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И Он ушел на небеса. То есть Его последнее желание было выражено словами идти и научить, донести до людей Его учение. И апостолы так и сделали. Вы знаете, что интересно, они не начали строить храм. Тогда не было никаких храмов вообще. Ну, был храм Соломонов, который и то был разрушен через какое-то время царем Титом в 70-м году. Но это не важно. Важно, что апостолы в знак благодарности Богу, в желании послужить Ему, они не строили дома. Они несли Его Слово, несли Его учение. Что интересно, сегодня нам даже проще, потому что нам не нужно ничего придумывать. Существует Библия, веками, из поколения в поколение передается Слово Божье в виде книги Библии. И сегодня она существует, ее можно купить. Но проблема в том, что очень мало людей понимают, о чем говорит Библия. Понимают это то самое учение Христа, которое наставил миру. Мы все живем наполнены какими-то своими, ну, с разными хорошими или плохими идеями. Но желание Бога осталось неизменным. Он хотел бы, чтобы Его Слово стало доступно для людей. Стало не только доступно, но и понятно. И поэтому, возвращаясь к теме благодарности, а что если вдруг вы в качестве благодарности Богу взяли бы и посвятили какую-то небольшую часть своей жизни тому, чтобы помочь людям познакомиться со Словом Божьим? Для этого не нужно строить храм. Для этого нужно всего лишь купить Библию и кому-то ее подарить. Для этого может быть немножко сложнее. Дальше можно пойти купить Библию, почитать ее немножко, разобраться, о чем там идет речь и рассказать ее своим детям. Может быть, купить Библию или не купить Библию, а купить коробку Библии и раздать ее большему количеству людей вокруг себя. Может быть, разослать ссылку на библейские тексты в соцсетях. Может быть, еще каким-то образом повлиять на то, чтобы другие люди познакомились со Словом Божьим. Для этого, конечно же, повторю, надо научиться самому разбираться в Библии и самому понять, о чем она учит. Но, в итоге, одна из самых лучших форм выражения благодарности Богу, если вдруг где-то в глубине сердца у вас это есть, будет ваше участие в обучении мира Слову Божьему. Строить храмы – это неплохо. Иногда это и нехорошо, но это неплохо. Но донести до людей учения, донести до людей суть того, что Бог оставил для нас, это намного важнее, это намного ценнее. Поэтому, размышляя о своих целях на следующий год, в преддверии или уже в этом году, в канун этого Рождества или после этого Рождества, когда вы смотрите этот ролик, откройте свое сердце и откройте в своем расписании место, чтобы начать участвовать в распространении учения Христа. С вами Алексей Осипенко, тренер, который зажигает. И по совместительству специалист в изучении библейских текстов, 20 лет прошлых я провел в подробном изучении, в исследовании этих вопросов и в обучении, также и этому. Если вам будут нужны какие-то консультации, поддержка, помощь, им даже есть проект «Изучай Библию» в соцсетях, вы можете писать мне в ВКонтакте или в Фейсбуке, задавать вопросы. Я помогу вам разобраться с текстом, помогу вам понять, о чем говорится, как это применять. И если вдруг вы готовы помочь вам подключиться к обучению других людей, потому что это самая лучшая благодарность, которую мы можем принести Богу. Пока!